Как избавиться от страха на соревнованиях? Информация, которая будет в этом ролике, подойдет для любого вида спорта. Эти знания будут полезны не только для действующих спортсменов, но и для родителей, чьи дети также занимаются спортом и участвуют в соревнованиях. Несмотря на то, что тема очень серьезная, младший бро всегда с нами, и он также пришел на этот выпуск. Кто меня не знает, я Алексей Соболев, занимаюсь сноубордом уже около 17 лет. У меня за плечами более 100 призовых мест на соревнованиях, как российских, так и заграничных. Я участвовал в Олимпиаде 2014 года, а также был призером и победителем на Кубках мира. В общем, есть большой опыт, которым я могу поделиться с вами. Ролик будет состоять из двух блоков. Мы разберем, какие бывают страхи и почему они появляются именно на соревнованиях. И второй блок. Я дам конкретную методику, как можно этот страх на соревнованиях снизить. Чего мы боимся и откуда появляется страх на соревнованиях? Например, страх неудачи. Страх быть проигравшим. Мы боимся негативной оценки от других людей. Кто-то будет показывать пальцем, кто-то будет оскорблять вас, высмеивать. Всего этого мы боимся. Вот эта зависимость от оценки других людей мешает нам развиваться. Чтобы не косячить, мы не пробуем что-то новое. Мы боимся пробовать что-то новое еще в детстве, чтобы не получить по шапке. Вам не просто нужно бояться или не бояться оценки. Вам необходимо становиться независимыми от оценки других людей. Это можно делать с помощью чтения определенной литературы. Или можно сходить к специалистам. Самый распространенный страх – это страх не оправдать ожидания. Очень часто я вижу такое. Ты должен оправдать ожидания знакомых, друзей, родных, своего тренера, спортивного клуба, своего домашнего животного. Вообще, на крайний случай. Или, например, такая история. Ты должен, на тебя все смотрят. Есть еще более печальные ситуации, когда ко всему этому добавляют угрозы. Например, ты должен занять первое место, иначе мы тебе не купим снаряжение. Иначе ты не поедешь туда-то, иначе мы тебе сладкого не купим, иначе ты не встанешь на зарплату. Это можно встретить как при тренировках юных спортсменов, так и более взрослых. Вам нужно понимать, что это только ваше решение – брать на себя ответственность за ожидания других людей. Чем больше вы берете ответственности на себя, тем больше вы эмоционально привязываетесь к этому. То есть формируется определенная зависимость от того, оправдаете ли вы ожидания других людей или нет. Эта ответственность рано или поздно погубит вас. Она тебя сожрет, блядь! Потому что всегда найдутся люди, чьи ожидания вы не оправдаете. Приведу пример. Вы занимаете второе место на соревнованиях, для вас это великолепный результат. Но находится человек или группа людей, чьи ожидания вы не оправдали. Они ожидали от вас первого места. И они вам начинают говорить, что вы недостаточно старались, что вы то, что вы все. Если вы зависимы от этого эмоционально, то, конечно же, это осложняет вам выступление в будущем. Потому что вы начинаете бояться опять вот этого осуждения, что вы опять сделаете что-то не так, займете там не первое место. И опять будут эти осуждения в вашу сторону. Это начинает вас подавлять. Это начинает какие-то тревожные мысли в вашей голове развивать. И вместо того, чтобы вы фокусировались на вашей задаче, вы отдаете энергию вот на это. Тратите ее. Но представьте второй вариант. Когда вы не просто не заняли второе место, которым вы были удовлетворены. Когда вы просто проиграли. Что будет тогда? Люди вокруг, чьи ожидания вы не оправдали. Это не ваша мама, не ваш папа, которые будут всегда вас любить таким, какой вы есть. Люди будут осуждать вас. Всегда найдутся, по крайней мере, те, которые чем-то недовольны. Поэтому, если вы эмоционально привязаны к их ожиданиям, это будет иметь соответствующие последствия для вас. Не самые хорошие, как вы понимаете. После всего этого задайте себе вопрос. Будете ли вы переживать больше на следующих соревнованиях, если такое с вами произойдет? Какое же решение я нашел для себя? У вас должно быть понимание, что вы в этой жизни никому ничего не должны. Это очень простое правило. Если вы, конечно, кому-то дали обещание, то держите слово. В этой жизни вам нужно поступать относительно того, какой вы человек. Если вы хороший человек, то вы и, соответственно, поступаете хорошо. Если вы добрый, то вы так же поступаете. Но вы при этом никому ничего не должны. То есть, если вы любите своих родителей, конечно же, вы будете им помогать. Но не потому, что вы должны, а потому, что вы хороший человек. Вы будете делать приятно им, вы будете помогать им. Это очень большая разница. Еще раз, вы что-то делаете только относительно того, какой вы человек, а не потому, что вы что-то должны кому-то. Давайте взглянем на эту ситуацию с другой стороны. Была Олимпиада 2018 года в Корее. Как мы помним, на этой Олимпиаде Россия не выступала, то есть мы выступали под нейтральным флагом. Посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Я встречал людей, которые говорят, что спортсмены, которые выступают на Олимпиаде, они должны показывать результаты. Они причем должны эти результаты каждому налогоплательщику. Почему? Потому что мы платим налоги на эти деньги, содержат спортсменов, выдают зарплаты, инвентарь, тренировочные сборы и т.д. и т.п. Спортсмены должны каждому налогоплательщику. Вот такая у них позиция. Я смотрю на эту ситуацию под следующим углом. Я, когда делаю подарок девушке, она после этого не становится мне чем-то должна. Когда я делаю подарок своим друзьям, родным, они после этого мне не становятся обязанным. Так же и здесь. Все финансирование, которое выделяет государство и отдает своим перспективнейшим спортсменам, они после этого не становятся обязанными государству или другим людям, которые участвовали в этом. На Олимпиаду спортсменов не берут только потому, что это хороший человек. Туда берут профессионалов, которые знают свое дело и которые не меньше, чем все остальные люди, заинтересованы в победе. Поэтому надо разграничивать эти вещи. Вы даже в этой ситуации никому ничего не должны. Вы своим трудом честным заслужили право выступать на Олимпиаде и в первую очередь вы это делаете для себя. И это относится к абсолютно любым соревнованиям региональным, общероссийским. То есть разного уровня финансирования всегда есть в любом виде спорта. И психология, и восприятие того, что вы должны или не должны, всегда одинаковые. Я могу посоветовать литературу, которая поможет разобраться в себе, понять, что такое здоровый эгоизм и вообще настроить себя на нужный лад. Первая это книга Миша Лобковского «Хочу и буду». В этой книге рассказывается больше про уверенность в себе, какие-то фундаментальные моменты. И, конечно же, хочу посоветовать книги «Айн Рэнд». Первая книга это «Источник». И вторая книга это «Атлант расправил плечи». Эти книги помогут вам расставить все у себя в голове по полочкам. И вы поймете, что в этой жизни вы несете ответственность за все сами. И вам не надо ни перед кем отчитываться. Сейчас расскажу, как постановка цели может усиливать или снижать страх. Хочу сразу же обозначить разницу между целью и результатом. Цель это то место, куда мы хотели прийти. А результат это то место, куда мы попали в действительности. Есть вот такая схема. Понимаем, что мы хотим. Ставим цель, обозначаем задачи, предпринимаем действия и получаем результат. И не всегда вот этот результат будет одинаковым с той целью, которую мы ставили. Сейчас расскажу, как психологически безопасно ставить цель. Наша задача поставить цель, на которую будем влиять только мы. Чем больше второстепенных факторов влияет на достижение этой цели, тем хуже для нас. Например, чем, как вы думаете, отличается? Занять первое место на соревнованиях или выложиться на максимум? Логично, что в первом варианте и во втором варианте мы все равно выложимся по максимуму. Разберем первый вариант. Мы решили занять первое место. Мы выкладываемся по максимуму. Но какие есть подводные камни? Соперники слишком сильные, и мы не смогли пройти в квалификацию. Либо не смогли занять какое-то место. Судьи поставили низкие баллы. Ну, не любят они вас. Ну, решили вас запороть. То есть уже появляются некоторые факторы, которые от вас не зависят. Это соперники и это судьи. Соперники на разные соревнования абсолютно разные приезжают. Где-то послабее, где-то посильнее. А вы уже себе поставили цель занять первое место. То есть, соответственно, есть два фактора, как минимум, которые вам не подконтрольны. Но в этот же момент вы все равно будете выкладываться по максимуму. И вот второй вариант цели и полагания. Выложиться по максимуму. Например, у себя в сноуборде я это представляю в виде конкретной цели. Например, сделать вот такие-то трюки в своей программе. Уехать чисто. Вот что значит для меня выложиться по максимуму. Ни о каких местах я вообще не рассуждаю. То происходит по итогу. Во втором варианте. Я выкладываюсь по максимуму. Работаю на пределе. И делаю абсолютно все, что в моих силах. При этом я не занимаю призового места. Что я получаю в итоге? Я сделал свою программу. И я этим удовлетворен. То есть, выше головы я все равно не мог бы прыгнуть. Физически. Никак. То есть, я поставил себе цель. И я ее выполнил. Да, я не занял какое-то призовое место. Да, есть какие-то внешние факторы, которые на это повлияли. Наверное, соперники были больше. Или, наверное, мне нужно было больше тренироваться, делать серьезные трюки. Но все равно цель, которую я поставил, я выполнил. И это меня не демотивирует. Это меня мотивирует на то, чтобы больше работать и развиваться. Никакого негатива в этой ситуации нет. Вернемся к первому варианту. В этом варианте мы выложились по максимуму и не заняли первое место. Все. Здесь начинается демотивация. Мы начинаем грызть себя изнутри. И вот здесь уже есть негативный эффект. Хотя, что в первом, что во втором варианте мы действовали на пределе своих возможностей. Понимаете, как за счет цели полагания мы усложняем себе жизнь. Еще раз бы хотелось в примерах разобрать. Первый вариант, когда есть несколько факторов, которые влияют на достижение вашей цели. Это другие соперники и, соответственно, судьи, которые вам не под контроль. Как я всегда действовал на соревнованиях? Я всегда работал на пределе возможностей. Выжимал максимум, что имел. Если я делал свою программу, то я уже достигал той цели, которую поставил перед собой. Собственно, что и случилось со мной на Олимпиаде в Сочи, когда я сделал максимально возможную программу, которую я умел. И, кстати, на тот момент в России никто сложнее программы не делал в принципе. Я ее сделал, я ее уехал. Я был очень, ну не то, что очень. Я был доволен выступлением. И меня поразило, когда какая-то журналистка спросила, Алексей, как вы относитесь к вашему поражению? И я буквально 15 секунд стоял и не понимал вопроса. Что это такое поражение? Что это значит? Потому что у себя в голове я ни в коем случае не проиграл. Я сделал все возможное, на что был способен. Я уехал в свою программу и занял место, ну 20-е на тот момент. И меня этот результат абсолютно устраивал. А для других людей это было непонятно. Поэтому, друзья, я советую вам ставить цели правильно, чтобы результат в этих целях зависел только от вас. Так вам будет психологически безопасно работать. И если вы не будете демотивированы какими-то результатами, и у вас будет больше энергии, чтобы побеждать. Психология после соревнований. Конечно же, будут ситуации, когда вы будете ошибаться, когда вы будете проигрывать, когда у вас будут неудачи. Что в первом, что во втором варианте вы можете упасть там в вашем виде спорта. Тоже допустить ошибку и так далее и тому подобное. Что делать после того, как вы проиграли? Ну, во-первых, не надо никого винить. Например, в сноуборде никогда нельзя винить погоду, никогда нельзя винить судей, никогда нельзя винить соперников, трассу, вообще там снаряжение и так далее и тому подобное. Всегда вы ответственны за результат. Ответственность только на вас. Как только вы начали эту ответственность спихивать себя на кого-то другого, это значит только одно. Что вашей жизнью управляют обстоятельства, которые вам не подконтрольны. А вам необходимо контролировать свою жизнь. Потому что если вы будете контролировать свою жизнь, вы будете контролировать свой успех в будущем. Это всегда надо знать. То есть нам не нужны двойные стандарты. Когда вы проигрываете, виноват кто-то другой, а когда вы выигрываете, это только ваша заслуга. Такого нам ни в коем случае нельзя допускать. Поэтому, когда вы проиграли, когда у вас что-то не получилось, совершили ошибку, вы должны четко признаться в себе. И да, я проиграл. Это моя ответственность. Четко разобрать, где вы допустили ошибку, почему вы допустили ошибку. Попытаться это исправить, больше уделить этому внимания. Также, что может внутри вас возникнуть, какие эмоции. Конечно же, злость. Вы можете начать злиться. Вы можете злиться на тренера своего, вы можете злиться на соперников, на погоду можете злиться. Но на самом деле вы злитесь на самого себя. И вот здесь очень важно понять, что, во-первых, вы злитесь на самого себя, а во-вторых, направить эту злость на то, чтобы стать лучше. То есть тут два варианта. Либо вы эту злость, вот эту энергию, эти эмоции направляете на саморазрушение, что виноваты все вокруг. Либо вы эту энергию направляете на то, чтобы становиться лучше. Понимаю, довольно общие фразы, какие-то размытые, каждый поймет их по-своему. В голове как-то визуализирует. Но такой подход в любом случае каждый из вас может попробовать хотя бы использовать. Поймайте себя на мысли, если вы все-таки допустите ошибку или проиграете. И постарайтесь эту энергию использовать себе во благо. Злость полезнее, чем отчаяние. Что? Мне заложили краткий курс психологии. Мне всегда это помогало. Вот этот драйв, вот эта даже злость, она наоборот меня подстегивала, чтобы я становился лучше. Дорогие слушатели, на этом все. Если вам понравилась информация, ставим плюсик или минусик. А те, кто попробовал это использовать, пишем обратную связь в комментариях. Мне будет очень интересно почитать, насколько работает такая методика, такой подход на вас. Всем чмоки и побед на соревнованиях. А также не забываем подписываться на канал и ставить колокольчик. Кликайте на эти видео и подписывайтесь на канал.